Сегодня на библейском портале «Экзегет» мы продолжаем наши беседы по трудным, сложным местам Священного Писания. И сегодня, отталкиваясь от текста Евангелия от Марка, 5 глава 18-19 стих, мы попробуем ответить на вопрос, почему Христос не взял собою исцеленного бесноватого, хотя тот упрашивал Христа. И мы читаем об этом в Евангелии от Марка, 5 глава, 18-19 стих. «И когда он, то есть Христос, оставляя страну Годоринскую, вошел в лодку, бесновавшийся, то есть прежде, просил его, чтобы быть с ним, но Иисус не дозволил ему, а сказал, иди домой к своим и расскажи им, что сотворил с тобою Господь и как помиловал тебя». Мы знаем из контекста, что жители города очень расстроились по поводу того, что погибли свиньи. Бесы вошли в свиней, и свиньи сразу с крутизны бросились в море. Когда мы исследовали трудные места Евангелия от Матфея, мы смотрели, почему Господь разрешил бесам войти в свиней. А вот в данном случае, почему Господь не берет с собой этого бесноватого? Давайте посмотрим, что пишет блаженный Феофилакт. Он пишет «Напротив», то есть в противоположность жителям города, которые говорили, чтобы Иисус уходил, «Напротив, бесновавшийся, просил у него позволения быть с ним, так как опасался, чтобы бесы, найдя его одного, опять не вошли в него. Но Господь отсылает его домой, показывая, что его, Христа, сила и промышление будет охранять его и в отсутствие». Какие полные утешения слова. Господь по плоти отсутствует в этом мире, но своей мощью и силой он продолжает оберегать и защищать нас, и этому бесноватому, бывшему бесноватому. Ему не надо было волноваться, если Господь его исцелил, помог ему, то поможет ему и дальше. Феофилакт продолжает. Отсылает его вместе и для того, чтобы он доставил пользу другим, которые увидят его. Поэтому он и начал проповедовать, и все удивлялись. То есть Христос посылает бывшего бесноватого проповедником Евангелия. Он, по сути дела, сделал его апостолом. Слово апостол означает посол. И теперь Христа в этом городе жадных людей, которые так расстроились из-за погибших свиней, будет представитель Христа. Вот этот бывший бесноватый, или в виде этого бывшего бесноватого сам Христос будет присутствовать в этом городе. Но, продолжает Феофилакт, посмотри, как спаситель чувств превозношения. Он не сказал, расскажи, что сотворил тебе я, но что сотворил с тобою Господь. Так как во Христе присутствует божественное и человеческое, то здесь, конечно, это чудо свидетельствует о божественной силе, и превозносить надо Бога. «Так и ты, когда сделаешь что-либо доброе», это уже Феофилакта обращается к читающим комментарии, «приписывай сделанное не себе, но Богу». И в Писании сказано, что всякий дар совершенный, он исходит от Отца, то есть от Отца Небесного. И дальше судьба этого человека сложилась, как 20 стих этой главы сообщает, «и пошел и начал проповедовать в Десятиграде, что сотворил с ним Иисус». И все дивились. Вот проповедь о том, что сотворил с нами Иисус, она может звучать из наших уст даже без всякой подготовки, без семинарий, академии. И такая проповедь в древние времена очень ценилась, когда человек рассказывал, каким ужасным он был и каким он стал действием благодати при помощи Бога. И если все жители этого города, они знали этого бесноватого, они боялись проходить даже той дорогой, то теперь, видя его как ритера, как философа христианского, проповедника радости Евангелия, они, конечно, не могли не удивляться благости и милости Божией. И вот эти мысли о свиньях, они, наверное, вытеснялись из их сердец, дух жадности, они начинали преодолевать в себе, и у них, наверное, появилось сожаление, почему же мы не пустили Христа. Таким образом, мы видим из этого примера, что Господь может использовать любого человека. человека с любым дурным прошлым, как британский писатель Оскар Уайт говорил, у каждого святого есть прошлое, и святое каждого прошлого, оно отнюдь не святое. Если мы читаем «Життя святых», мы видим, что, как правило, в начале тот или иной святой человек, когда он не знал путей Господних, он жил неправильно, неблагочестиво. Есть та же исповедь блаженного Августина, где он показывает, как Христос поменял его сердце. Мир, в котором мы живем, это как бы огромный бесноватый, но Христос силен изгнать этих духов бесовских, дьявольских из этого мира. И он это и делает. И когда он очищает сердца некоторых людей, он использует их в своем плане спасения всего рода человеческого. Это хороший урок для всех нас, то, что произошло с этим бывшим бесноватым. Друзья, подписывайтесь на библейский портал «Экзегет», чтобы вовремя получать информацию о новых беседах и берегите себя в это сложное время. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!